ДЕТСКОЕ РАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ Отправляет в разные места нашей страны волшебный глобус. М-да, это я! Я, я, я так придумала! Меня ждут просторы России, Самой большой на свете страны. Края необъятные, с небом синим и реки такой вот ширины. Люблю путешествовать, в море купаться, Вкусно поесть и в озера нырять, Ходить по музеям и в горы взбираться. В общем, люблю я отдыхать. Лягушка, ты почему это в углу стоишь? Вроде ни в чем не провинилась. Да я, глобус, узоры на обоях рассматриваю. Вот тут на гору похоже, тут на кошку, А вон там как будто кисточка художника. Заскучала! Пора тебе в путешествие, лягушка. В город, где есть и гора, и кошка, и угол для тебя. Рыбный угол. Только его надо найти. Задание выполни обязательно, А то моя магия возьмет и кончится. Кручу-верчу! Ой, кайкулы лечу. Лягушка, ты только в городе оказалась, а уже куда-то бежишь. Да тут вокруг столько всего, кваква, красивого, картины, шкатулки, салфетки и платки. Это торговые ряды на Калашной улице. Знакомься, самая старинная улица Плёса, маленького городка на берегу реки Волги. Сувениры, угощения, украшения, сделанные местными мастерами. Чего тут только нет! Смотрю на это всё. Ой, и хочется самой чего-то надворить. Ой, то есть сотворить. Такое вдохновение почему-то напало. Это неудивительно, лягушка. В Плёсе так происходило со многими. В этом и прелесть города. Здесь была дача великого певца Фёдора Шаляпина. Памятник ему сейчас стоит в центре города. Шаляпина тоже вдохновляло спокойствие волжских пейзажей в Плёсе. А ещё был такой знаменитый русский художник Исаак Ильич Левитан. Он по-настоящему прославил Плёс. Какие же прекрасные картины создала Левитан, восхищаясь здешними видами. Всё, тоже буду писать картину. Ммм, что же мне изобразить? О, гора! Это гора Левитана, лягушка. С неё открывается изумительный вид. Внизу величавая Волга, разноцветные домики, один не похожий на другой, пышные кроны деревьев. На горе деревянная церквушка и скульптура самого художника. Вот он с кисточкой и мольбертом готовится запечатлеть открывшееся перед ним великолепие. О, как красиво и тихо. Кважется, я влюбилась в это место. Говорят, каждый, кто побывал в Плёсе, рискует влюбиться в этот город навсегда. Ивановская область, где находится Плёс, один из самых живописных уголков России. Ой, об уголке-то я и забыла. Мне же нужно найти рыбный угол. Лягушка, да слушай. Здесь множество старинных церквей, древние монастырские стены. И всё это на фоне необыкновенной природы. Но при этом крупные фабрики, газовые сети компании «Газпром», дороги, по которым можно добраться хоть в Москву, хоть в Петербург. И кораблики на Волге. Зачем ехать, если можно доплыть? Да, гостям Плёса предлагают интереснейшие водные прогулки. О, там на набережной скульптура кошки. Причаливаю. Это памятник кошке-мухе. Если провести ей по спинке и загадать желание, оно непременно исполнится. Так, загадываю. Желание найти рыбный угол. Наверняка это угол, где много рыбы. Значит, он где-то рядом с речкой, с Волгой. А может, угол этого дома рыбный? Нет. А вот тут? Тут тоже угол есть, а рыбы нет. Ладно, дальше пойду. Только сначала подкреплюсь. Пирожки. Так вкусно пахнет пирожок с копченой рыбой. Удивительно. И такой необычной формы. Рыбка будто спряталась в уголок из теста. Да, знаменитый рыбный угол. По старинному русскому рецепту. Такие пирожки делают только в Плёсе. Ура! Желание сбылось. Задание выполнено. Ква-ква-ква. Ого, лягушка. Как много гостинцев. Да, глобус. Вот сувениры из лавок Калашной улицы. Книга. Это я в доме художника Левитана купила. А вот тот самый рыбный угол. Пирожок. Их целая корзинка. А еще я привезла впечатление и вдохновение от путешествия в Плёс. До следующих. Ква-ква-ква-никвул точно хватит. Меня ждут просторы России. Самый большой на свете страны. Края необъятные, с небом синим. И реки такой вот ширины. Люблю путешествовать, в море купаться. Вкусно поесть и в озера нырять. Ходить по музеям и в горы взбираться. В общем, люблю я отдыхать. Каникулы. Лягушки-путешественницы.